Просто смотрите, куда хотите ставите. Команда им проигрывала. У них тупо идут лесенки. Луз, 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 луз. Вин, 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 вин. Кайф, кайф. Это пизда. У меня сегодня первая только не зашла. И потом раз, два, три, четыре подряд сейчас. Охуенно. Четыре из пяти. Супер. Идем дальше. Sunrise против Rockets. Это, бля, это такой мем. Вчера в Sunrise такое утворяли. У них слишком много побед. У них вообще никто не верит. У них слишком много побед. Они такое вчера вытворяли. Они камбэкали с трех процентов игры. С трех процентов. Так же, как и Nightmare. Это была, по-моему, вот эта игра. Это вчера было? Позавчера это было. Двадцать седьмого. Они вот здесь против Nightmare в трех процентов камбэкнали. Я не знаю, на что ставить сейчас. Sunrise с метриком у этих челок так себе. Бля, Sunrise четыре подряд же не выигрывают. Это пиздец, как много для них. По личным встречам они ни разу не выигрывали. Ни разу не выигрывали Rockets. Ну все, пора ставить, блядь. Пора ставить на Sunrise, блядь. Ай, это пиздец. Это такой рандом. Они ни разу их не выигрывали. Ноябрь, декабрь. Ни разу. А в новом году сейчас, через месяц, после последнего луза, они их просто разъебут. Я ставлю на моих мальчиков. Они мне столько уже привезли, что мне похуй. Даже если они лузнут, я все равно их буду обожать. Я ставлю на Sunrise. Все, идем делать розыгрыш, блядь. Идем делать розыгрыш. Вот, ссылочка еще раз. Залетайте. Залетайте, залетайте. Для этого сайта, кстати, вот я как раз розыгрыши и делаю. Для сайта WZ2 разыгрываются промокоды. Каждый день у меня на стриме. Можете вы сюда вводить кодик, там получать денежки и все такое. Все легко. Что мне тут добрый вульф говорил? Что 100% линрейт у лайфстиля, 0% линрейт у шторма, у Сларка. За одну игру. А нет, у Рубика, у Шторма. На Сларке щел не играл ни разу. Короче, пиздец. Исполны. По статье. Хештег, научись нормальные предди, то, но и добавить. Даешь залупу всякую. Какую залупу? Какую залупу? Не понял. Какую залупу? Так. Почему на самом деле? Потому что, ебать, на них кто-то 80 штук загрузил. Вы че, ебанулись? Потому что они гении, нахуй. Они три подряд, тык-два нор закрывают. Они такое камбэкуют. Кто видел их? Вы вообще, вы видите, что они камбэкали? Я сейчас вам покажу. Я сейчас вам покажу, вы охуеете. Они такое камбэкуют. Это просто моя любимая команда. Показываю. 27-ое. Вот. Игры в Sunrise. Вот. 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 Смотрите. Раз, два. Три, четыре. И вчера они играли 5-6. Показываю. Смотрите. Это охуенный цирк. Только циркачи Sunrise. Раз выигрывают. Два, с камбэка 8 тысяч выигрывают. Три, с камбэка... Сколько, блядь там? 10 тысяч. 38 тысяч. Опять с 8 тысяч выигрывают. Здесь с 3 тысяч выигрывают. С 2 тысяч выигрывают. Здесь с 6 тысяч. Это они доминировали. 6 тысяч. Закидывают, 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 выигрывают. И здесь с 2 400 в начале, проигрывая, выигрывают. За 25 минут. За 25 минут. Это единственная команда, которая за 25 минут закончила игру в Tron. Ну, только что эти еще играли. Как они вот так девять? Найтмейры, которые первую карту за 26 камбэк взяли. Вот это вообще уникальные камбэкзи. Три подряд выиграли, сейчас значит луз, ну возможно. А возможно и винт, хуй его знают. Ставьте как хотите. Видите, что три подряд луз, ставьте на луз. Вас никто не заставляет, ребят. Ставьте как хотите. Я думаю, что они могут четыре подряд взять. Они лузали им до этого три серии подряд. Они ни разу их не выигрывали. Пора бы уже, блядь, 2020 год как бы. Пора бы выиграть, наверное, в Dota. Мы уже в курсе, что в самом LG осталось еще две роли. Четверка и тройка. Какие еще варианты, которые поделят на эти позиции? Смотрите, тройка. Тройка, тройка, тройка. Что-то сложно для строки. LG может взять на тройки. На тройке. На четверке. На четверке. Сложность четверка. Мы тоже. Нужны. Европейские игроки. Американские, да? Нужны игроки. А не, стоп. Уже европейские игроки нужны. Допустим. Альянс. Допустим. Я не знаю, что это было. Где вообще ебук тут может играть? Давайте откроем квалы европейские. Кто там из четверок есть. Дремлига, нахлада на дремлига в европейские. Европа. Так. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Made in next time? Нет, вряд ли. Вот же Made in next time. Нет, 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 нет. Реально, Made in next time тогда получается. Но я не вижу других вариантов. Реально, кроме Made in next time нет никого в Европе. Made in next time. Made in next time? А, кстати, да, может быть. Made in next time играл на четверке, я помню. Он же тренился. Точно, 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 точно. Все, какой нахуй мы бедных тайм. Он тренился на четверке играть. Made in next time. Made in next time. Made in next time. Made in next time? Саксы на тройке. Тогда, ну, только не саксы. Инсайт был? Это чей инсайт? Я думаю, что СВО может быть еще. Пусть ты уже не закончил карьеру. Так, все, розыгрыш делаем, ребятки. Пока тут не начинают еще наши любимые. Sunrise Rockets. Sunrise Rockets, да, дальше смотрим. Вот этот вот постик разыгрываем. Пау-па-пау, папа-пау. Подписывайтесь на мой пабличик. Подписывайтесь на мой телеграмчик. Залетайте, ребятки. Следите за контентиком. Каждый день стримчики для вас. Каждый день делаем ставочки, общаемся. Близи. Близи, это да. Так, мне нужно пообедать, наверное, нужно будет сейчас что-то, пока они начнут играть. Я поставил, да? Я на Sunrise поставил серию. Ну, класс, эту штуку уже загрузили. Мы ебанутые. Кто-то, смотрите, кто-то тупо 60 тысяч поставил кто-то на Sunrise. Ну, чё там вообще неадекватное. Чё вы? Чё вы? Ваще, в своём уме. Вы вообще нормально себя чувствуете? Чат, hello. Пу-кинь, нахуй, шо, тётка. Рокки, ты иди. Пу-пу-пу. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Они могут обыграть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Решенные бриллиWas Я думаю... Есть какие-то проблемы. Есть какие-то проблемы. Есть какие-то проблемы. Что? Это ремейк? Это ремейк? Нет, я думаю, это фигняк. Это не оно. Или оно? Это оно реально? Да нет, тут ноль-ноль-ноль. У них нет времени. Мне кажется, это баг. Это не та игра. Сейчас посмотрим, если щелы не пикнут. Да нет, тут баг никого нет. Сейчас вторая появится. Должна вторая появиться. Сейчас, если она не появится, это хуй его. Она появится, убил. Походу, ГГ. Это не появится. Тургменистан Нейшн Лига? Хуй себе. Это турнир. Все, походу, ГГ. Посмотрели турник. Так, на шушу с Китой бы не значит идти. Чайно, 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 чайно. Ху мало. Так, на шушу с утром. Продолжение следует... 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 Так, расщаем, выровнивается, игра полностью. Сейчас вернусь. Сейчас вернусь. Так, ну что, коронная игра. Так, Гася, пожалуй, пообедай сейчас. Буду в чатике сидеть с вами. Обедаю на кухне уже. В чатике, в чатике, залетайте в чатик все. Хочется общаться, я буду в чатике сидеть. Буквально еще 10 минут быстро поеду и вернусь к вам. Я думаю, до конца катки успеем. Приятного просмотра. Все. 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 Продолжение следует... 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 ой, я пак что-то делаю, это пак сплит пушит и три мышку в соло ой, как много он там напушил наверное как же много он там спушил, это просто жесть соло тупо летной, пушит, паут, не будет ничего, хорошую уходит, повезло, что вижу, но там не было чуть-чуть мог бы попытаться их там сунуть еще радиус хороший так, на топе поймали бетик там одного опять оооо, все, оооо, оооо ооо, я вижу ты так и не обновился обгол КСТ спасибо большое, сейчас я посмотрю сколько там уже сабов сколько там сабов, 91 сейчас обновлю, спасибо за сабку еще раз тебе оооо, Владимирский Централ ну я еще с твоим индивидуем 125 это очень большая сумма до 31-го числа у меня осталось два стрима, сегодня еще и завтра и все, я за 31-го уже не буду стримить из первого уже вместо меня будет Фин вот и выстрелся так, ну что, Рубик на бренке уходит просто вернули его, юла у него есть, да? есть юла такое, он мне что-то нажал больновато ну не важно у нас задолжить не вышло бы и он умирает эмпларочка одна ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Он нормально играет. Ну как, потратил БКБ, правда, 10 секунд на убийство суппорта, но это такое. Сейчас можно без этого суппорта пойти кого-то убить еще и копнуть. Куда 31? Ну 31 я еду отдыхать, но я не ерко отпуск. Вот, если хотите увидеть, где я буду, то подписывайтесь на инстаграм. Так забайтил беспалевно. Вот если я здесь на инстаграм, вот срочка. Паблик и ВК-паблик и инстаграм. Будут соточки в инстаграм, я думаю. На 7 дней. Ну 7-го числа, короче, я вернусь. Ах, какая музыка, как жизнь, братан. Спасибо большое. Спасибо, Данька. Здорово. Да, охуенно, жизнь. Кайфует. Каждый день китайскую дату смотрю у меня. Просто. У меня просто... Вообще, каждый день лучшая предыдущего. Ебать, ебать, ебать. Там агоним. Агонимный батлбранс. Посмотрите на это. Что за хуйня, блять. Что за хуйня, блять. Что за хуйня, блять. Он сделал. На рубрике, блять. Это шок. Минус 5. Минус 5 делают рокетцы. Это пизда. 10к преимущество слить. Боже, почему так дефолтно каждая игра заканчивается? Каждая игра одинаково. Охуенный контент. Охуенный. Сонрайся, молодчики. Молодчики. Сегодня только одна команда нормально сыграла. Это были... Утром. Утром, утром, утром. Какие-то тоже бездари, которые случайно выиграли. А нет, только что на Экмаре за 26 минут закончили. Которые лузали до этого всем подряд. За 26 минут закончили. А, они тоже камбэкнули. Они тоже камбэкнули. Блин, одна игра сегодня была без камбэка. Сейчас я найду ее. Это был... Мастер Торнамент, правильно? Это не Голд Окупэйшн. Это был Мастер Торнамент. Играли... Метеоры за... Метеоры, блин, я слышал играл сегодня. Это все. На Голд Окупэйшн разве это было? Нет, на Экмаре с камбэком закончили. А на второй карте? На второй карте тоже с камбэком. Короче. Что-то сегодня? Ворониды? А, Ворониды, да? Ворониды на Мастер Торнаменте. Первую или вторую карту они без камбэка выиграли? Первую с камбэком. Вторую. Ну, какой там? Какой? Они закинули, конечно. Ворониды 2-0 закончили. Да, но там... Они не дали отыграться. Они сначала доминировали, и потом все-таки выиграли. Типа, почти не дав камбэкнуть. Почти не дав. Что они делают по карте? Пак на топ и по кд. Они хоть раз соберутся вместе подраться. У них такой сильный и в тимфайт. Кларко, Пак. Бэтик. Что еще Вэрвулют думает по этому поводу? Урк говорит, что Радиант Контрпик на 5%. Удар чуть-чуть лучше синергетрика. Предиктовый рвуфа на Радиант 5%. Ой, хорошо. Вот он, вот он. Вот он. Вот Рим Койл. Разорванный. И патроли еще можно сработать. А Егис выбить. Сыр заставили его нажать. Все сделали идеально. Рубик топоры дал. Утроль без батлтрансов. Все. Изи фраг. Два раза убить его. КБКБТ паута нет. 15 секунд. Все. Не вратить отсюда никуда. Вот. Все игра. Все игра. Все игра. Ударка. Догонять. Догонять. Раптура 8 секунд до ТПшки еще. 6. 5. 4. Тебя убил. 33-30. Ну в принципе дефолтная игра для Gold Occupation. Одни закидывает. Это уже называется Recomeback. Сейчас булг. Камыш от Rockets. Теперь это уже Recomeback от Sunrise. И что мы видим дальше? Sunrise любители кстати по Recomeback. Это на самом деле. Да, да, да. Я забыл об этом. Это команда которая не выигрывает вот так вот ровно. Это команда которая либо Recomeback и выигрывает. Либо вот так вот всю игру скачки, скачки, скачки она выигрывает. Это максимально рандомная команда. На этом турике таких наверное нет как Sunrise. Гениальных команд. Лайтники еще могут приблизиться плюс-минус к ним. Нет, Sunrise самые сильные. Самые сильные клоуны на этом представлении, в этом цирке. А weißе. Воирка посмотрите что делает воирка. Просто посмотрите что не делает. she делает. С …. что она делает. Она в само нападает на ветика? В само нападает на ветика? Это пизда просто. Это пизда . Это просто пиз... Какая же ей пизда. Что она бегает, нырённую спину? Можно её убить? А ну кто? А Копа, сдохни пожалуйста. Нафиц. Ну по идее нафиц. Что с ней насквы? Это просто кайф. Что с талантом просто? А нет, что без таланта? Чего? Как он дал с талантом? Что за мена? Я тоже не понял как он разкур дал ей туда. Ладно, ещё с талантом надо. Опа, Дидрик. Бау, бау. Найс. Найс, бау. Пошёл. Тролли, тролли. Посмотрите как его троллят просто. Офигеть. Офигеть. Бон БКБ нажал ботлтрант. Нахуя. Нахуя ты ботлтрант. Он с тобой пытается срятать этот БКБ. Не может этого сделать. Офигеть. Это просто шок. Бля. Сняли. Сняли, сняли, сняли. Билли Пага. Это кайф просто. Саня, ты в порядке. Саня, ты в порядке. Саня, ты в порядке. Саня, ты в порядке. Я гляну фонрейзер, скажу своё мнение по пику. Но мы рассмотрим этот цирк всё равно. Это весело пиздец. Она опять идёт дохнет в соло на VR. Это рекомбэк, ребята. Это рекомбэк. Графики показывают по рекомбэке. Сегодня у нас уже был идеальный график ЧКТ. Я показывал вам на примере. Сейчас мы на практике изучим с вами термин рекомбэк по графику данной карты. Команда А доминирует. Ведёт 20000 по золоту. Шансы на победу приблизились к 70%. Команда Б резко начинает перехватывать инициативу и переводит уже на свою сторону график шанс на победу на 80%. И тут также обратно резко команда А начинает снова переворачивать. Рекомбэк. Чистейшей воды рекомбэк. Вот это, вот это, вот это круто. Так, что там по тройкам ещё интересного? О, мастер. Что он сделает? Верхние башники ультимы атакуют. Верхние башники ультимы разрушены. Верхние башники ультимы разрушены. Привет, привет, привет всем, ребята. Орб何! Так, верка, выиграть или на фид alguna? Ребята, голосование в счёте выиграть или на фид LS? Бля капец, это пиздец просто. Это просто пиздец. Сука, это просто пиздец. Какой же трэш. Тусиков, блядь, сейчас они квейм. Билет Дизраптора где-то снизу, блядь. Драка 3 на 3, блядь, здесь. 3 на 3 они дерутся, когда все 5 живы. Бетик умирает. И я сегодня понял, что его 350 в стыле, но иногда против твоих прогнозов взял Кабарас. Сука, это просто кайф. Ой, Сайленс, 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 убить, 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 убить. Нечего убивать. Спасибо за донат. Не знаю каких прогнозов, я не даю никаких прогнозов. И Настя 350к выиграл. Поздравляю, брат. 350к выиграл, можно и 99 за 12, в принципе. Спасибо, спасибо. Приятно. Шаба на ВРке. Шаба на ВРке. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Как бы у Тусика есть шаба, а она чем хуже, блядь. Она тоже себе хочет. Если хочет. Это как девушки, знаете, у нее образ шубы, а я тоже себе такую хочу. Так. Тусик. Минус Тусик. Без байбэка. Так. Ну по-моему элементарнейший рекомбэк, ребята, на ваших экранах. Вот. Команда, команда, команда Sunrise демонстрирует нам на практике, как это должно работать. Изи. Напомню вам, ребятки, что в последней серии будет розыгрыш у меня в фабрике. Участвуйте в розыгрыше денежных промокодов. Так же сегодня вечером я анонсирую розыгрыш крупнейший на 10 тысяч в моем фабрике, как и обещал. 10к подписчиков, за что вам огромное спасибо и респект. Вот. Как и обещал, будет розыгрыш большой. Так. Ну что, там парочка напидела. Они забрали только в сторону. Рубик или живой? Ходит. 20к остался один. Ему кажется тоже отсюда уже не уйти. Связка пошла к дереву. Сюда. Иди, молодой. Ну, в сторону убиваться вчетвером. Я не думаю, что это лучшее, 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 лучшее решение. Ой-ой-ой. Да, еще и Рубика чуть не забрали. Ну, это минус 4. Это минус 4. Выли еще ген. Так. Ну, смотрите. Команда Сандрович настолько уникальная, что они сейчас нам могут показать просто ре-ре-комбэк. Вы понимаете? Есть график ре-комбэка. А сейчас может быть ре-ре-комбэк. Это вообще уникальный случай. Такое случается раз в 10 игр, Артури в 15. Ре-ре-комбэк. Ну, это будет просто великолепно, если они нам покажут это. Ну, давайте ждать. Давайте ждать. Еще раз, теперь для теории, для тех, кто не понимает, что такое ре-ре-комбэк. Это когда? ЧКТ раз, ЧКТ два, это ре-комбэк. А еще один ЧКТ, третий, собственно, это уже ре-ре-комбэк. То есть три ЧКТ подряд, это два ре-ре-комбэк. Ре-ре-комбэк. Все понятно, я думаю, да? Можете записывать. Итак, заходы на хайграунд. Бай-бэкки пошли, раз-два. Ой-ой-ой, неужели это будет ре-ре-комбэк? Они могут сейчас всех поубивать без бай-бэка и выиграть эту игру? Так, бетик. Тролль в БКБшке. Соник Квайм отличный. Квапа запрыгивает, есть Дримкойл. А Дримкойл что, агонимный? Дримкойл агонимный, отличный Дримкойл. Минус тролль без бай-бэка. Нет, кажется, ре-ре-комбэка не будет, потому что есть Абисал Квапу. Ну-то даже Саринский. Бейм без БКБшки. Тролль умер без бай-бэка. У него не хватало 1300 монет. А что он себе купил? Ой, рецептик на Вангард и Эбисал! Рецептик, блять! Рецептик на Эбисал! Ебаный повар, блять! Какой нахуй рецептик на Эбисал? Ха-ха-ха-ха! Что это, блять? Ха-ха-ха! Сука! Что Квапа себе купил? Ой, рецептик на Рингисферу! Сука, команда поваров, блять! Это пизда! Ха-ха-ха-ха! Ай, я ебу, блять! Твои рецепты купили, уебаны! Это просто пиздец! А-ха-ха-ха! Что за хуйня? А-а-а! Блять! Как же они беспалево сливают! Раз, два, три, пять бай-бэков! Нет, нихуя! Этот чел купил себе какую-то хуйту! Этот чел купил себе в бэкпак пол Аганима! А-а-а! А у ВЭТКИ что появилось? Хуй его знает! Она тоже что-то купила! МКБ, что ли? Аганим? Чего у нее не было? Аганим вроде было, но МКБ и Треволада купила, наверное. Я ебу, как они красиво это делают! Просто великолепнейший лирикамбэк и команда Рокет специально закупается. Вот это, ребят, это называется специальный слив. Такое случается просто раз в сто каток, наверное. Последний раз такое было еще на прошлом турнире Азия Челленджер Лига. Это было просто великолепное представление. Сейчас они показывают то же самое, но есть один байбэк и тусик, они убивают уже там парку без байбэка. Неужели это был бейт? Неужели это был бейт? Да ладно, нет, я не верю в это. Байбэк погибает, но у нее остался бай. Диздрик, 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 диздрик тоже погибает. Блядь, и тут музыка такая подъехала, блядь. Без байбэка, пластиковик. Рубик, Рубик, Рубик сейчас умрет, но у него будет бай. Они все выкупились. Откуда байбэки появились? Из воздуха появились байбэки, вау, успело реснуться? Она очень быстро реснулась. 90 секунд всего лишь. Это комбэк будет все-таки, или что? Рошан появился Можно и Рошана забрать Просто миссия невыполнима Но они это делают Они дефают каким-то образом Просто гений на Рокетсах Санрайз отдали темп-варку На ровном месте Не забрали даже Тетритавр О-о-о Эрочка идет в трон Они идут в трон По минуте не будет темп-варки И Бладсикера Как минимум даже больше минуты Покупаются все, у кого были байбеки Пак остался единственный с байбеком Он покупает себе Актарин зачем-то Актарин, нахуя тебе Актарин Что за хуйня Они все какую-то хуйню делают Минус-бэтик после байбека Пак с Актарином залетает Нажимает рюмком Получает баш, умирает без байбека Актарин купил Актарин ГГ Что это, блядь Что это Повара выигрывают нахуй в доту Чел с рецептом на Эбисол Выигрывает в доту 10 секунд до появления темп-варки Они ломают Они сдаются просто Они даже не сломали трон Они просто сдались Это пизда Это просто пизда Чел на паке Архон, блядь Архон ебучий Купил на паке Актарин Я ебу Как это охуенно Как же это охуенно 46-43 Тим Рокет забирает первую карту Все-таки И в итоге Мы с вами на графике Видим Ре-ре-комбэк Это уникальный случай Просто великолепно Это будет записано в тетрад В учебнике В учебнике Моего пабрика Телеграмма Как отличнейший Ре-ре-комбэк Сегодня первый такой красивый Ре-ре-комбэк получился С поварами, блядь С Актарином на паке Без байбэка Это просто великолепно Идем в следующую карту Охуенно Ем чекотэ Так это не чекотэ, блядь Это ре-ре-комбэк Это уже Это уже Это уже Это уже Сверх Чекотэ Так, смотрим дальше Смотрим дальше Вторую карту Ой, чувство, что сейчас будет на второй карте контента Ой, будет контента Знаете, что я сделаю? Знаете, что я сделаю? Я долю на вторую карту На Sunrise, блядь У меня сегодня Один утрак Утром был За весь день Поэтому я хочу долить еще на Sunrise Долю на Sunrise У меня сегодня Раз Зашло Два Зашло Три Четыре Четыре из пяти Зашло В итоге я Сколько Плюс 200 500 700 Ну, короче, если я это вебу То я даже минимальным плюсом буду Короче На вторую карту На Sunrise Это пизда Это не просто гений Они просто гений Они такое исполняют Ставки, ставки, ставки Я не знаю, ребят, ставить не хочу Что-то Вообще Unique Неплохой состав имеет Можно Unique попробовать Распределить Что, поставить на Unique? Ну, Flight of Moon Это мертвая команда Они сейчас не играют В Dota Они просто чилят Ну, сейчас мертвая Пока они не играют В Dota Не в обиду Айсбергу Но он не играет В Dota Влечили Unique В новом составе Ну, он будет поставить Unique Ну, они себе на плохой кэф дают Можете сравнить кофе, ребят Пишите команду Cuev Вот здесь можно сравнить кофе Смотрите, на Unique 2.8, 2.6, 2.5 2.8 разные бака дают На Betsy, я думаю, будет где-то 2.5, 2.6 Сколько будет на Betsy? 2.6 должно быть Очень хороший кайф на Hellraiser с 1.6 Нигде такого кайфа нет Они еще через 20 минут начнут Не факт, что его кайф останется таким Он может еще поменяться Поэтому тут выбирайте уже не по кайфу лучше А на команду, которую хотите поставить Я считаю, что Hellraiser по уровню игры Где-то такие же, как Unique У Unique, смотрите, состав Unique показывает Показывает состав Unique Показывает состав Unique Агрессив Чайлд Одес Петушара Нофир и Собед Собед на четверке, нофир на пятерке, я так понимаю Петушара в оффлейне Петушара в оффлейне Против Петушара фанник Фанник намного опытнее, конечно Никс, Ксани, два кора Мипошка, Гилгир, суппорты Суппорты, я считаю, что Unique достойные, очень достойные Возможно, даже сильнее, чем Гилгир и Мипошка Нофир и Собед очень опытные суппорты Петушара в оффлейне, наверное, слабее фанника Кодос на коре ничем не хуже Ничем не хуже, ничем не хуже Сани играет На Мипоре может засорить На какой-то бруде может сыграть Еще у него хороший полгерой Потом Агрессив Чайлд Не знаю, чтобы Агрессив Чайлд сказать Я за ним не следил Но вроде неплохие результаты показывает Поэтому рискнул на них Холл Рейзер все хорошо играет Мне вчера понравилось, как они пикали Как они играли Через 20 минут они только начнут Но я не буду, ребят, с самого начала залетать Мы досмотрим эту серию Я почему-то верю, что будет рекарды Не знаю Не должно быть 2-0 в Рокет Они 2-0 в последний раз выигрывали Хаттн Бразер Они все время выигрывали Сан Райс Не знаю Такая мемная игра, пиздец Они тупо друг друга Они как будто бы в отдавки играют Серьезно, я не понимаю Как это работает? Челы закупаются на фулл Без байбэков идут, умирают на бараке Потом другие делают точно так же Хотя могли подождать Забрать Рошана Преимущество кучу набрать Это пиздец Они такой дичь делают Так, все, лобби закрыло Скоро новое начнется Все, 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 все Верил по-моему до последнего Да повора пиздец съемнутая Как так можно нахуй? Купить два рецепта и пойти в бараки Это просто гениально нахуй Я таких видел только... Только в TeamHonor так делали, помните? TeamHonor, которые закупили всякой хуйни И пошли слились под хайграундом Своими написали ГГ В этом мире только мы одни Ялта, Август И мы с тобою влюблены Яхта и парус В этом мире только мы одни Ялта, Август И мы с тобою влюблены Сколько ты проебался Тебя пущут как ебаната Я не проигрываю деньги на этих ставках Я покупаю билетики, смотрю контент Кайфую, рофли Деньги на это не ставлю Это чисто билетики Чисто билетики И... Вам не советую делать большие ставки Ребят, покупайте билетики, чтобы не гореть Билетик, вот так вот чат билетик написали И все И поставили Что говорит об одном Что нет пути обратно Что ты не мой лапушок А я не твой Андрейка Что у любви у нашей села В общем, вот так я не могу найти этот матч Потому что он еще не начал сам Наверное Они только обе закрыли Они в прошлой карте тоже что-то криво начали Мне кажется, что сейчас тоже самое может быть Ты возвращалась ко мне сквозь мир расстояние О, не смотря ни на что Пришла судьба злодейка И у любви у нас Можете заказывать треки, ребятки Можете заказывать треки, ребятки Вот сюда Батареечные треки Вот сюда Твич диджей А там уже, кстати, есть треки Ленировый Приятный трек Как милого детства Блин, они походу начали пикать Пока нет дозы Сейчас покажи Да Асфальт Пять день живешь, нет С родителями Расскажи про билет, что он дает и все такое Дает, что? Дает Возможность кайфовать от просмотра китайской доты И не гореть с проебанных денег Да Вот Билетик дает возможность вот такие сообщения Не писать сейчас Вот такие сообщения А если вы купите билетик, не будете писать такие сообщения А если вы будете делать ставки на эту хуйню То будете вот так писать и гореть Как мальчик с ним на ММК О! Все Сейчас мы с героем почти есть Пустам рейт свой спирит и темполь Ох Противлича Пугный Вот сейчас будет шок контент Как Пятер Пятер Пятера Пятер Пятера Пятер 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 Вон Так, что там? Компетентный. Думал, можно его накрыть, но он не накрывает. Он мне свои кнопки не проживает, но врывается. Врывается, просто бойский начинает с рапины. Здесь всех разваливает. Сколько же дэмэджа он вносит. Правда, никого догнать не получается. Все уже разошлись. В том-то и дело, что бойсинка была не лучше. Вон, что он подключал, там еще и покой. Свард, мяч доктор, телепорт, сбить. Конечно же, не отпускает. Думаю, такие таргеты. Думаю, суприл. Но это стало слишком мало. Скажется, да. Надо быть голодным. Чего? О чем прикол? Я ничего не услышал, что они сказали. Из важного такого. Так, ну что, гон. Го-го-го-го-го, ребятки. Новое обсуждение. Победители этой карты. Пишите в чатик, за кого вы на этой карте. Восклицательный знак 1. За 2-0. Рокет. Восклицательный знак 2. Если вы верите в ничью и третью карту. Посмотрите. Вивер против Пугны, Свэна, Трентали, Чайбеника должен убивать. Его нечем ловить почти. С контроля маловато. Темпларка тоже солид. Ну, блять, эта темпларка от Ку-Ку-Ку. Пиздец. Она должна была выиграть прошлую карту. Сейчас она сыграла плохо. Но против нее была Верка. Здесь Верки нет, чем кого здесь фидить. Она может Пугну, по идее, может фидить. Но в БКБ ей никто ничего не делает вообще. Ее могут кайтить. Есть Рубик, который ворует все, что можно. Есть Вольтспирит нереальный имбаланс. Ну, я не знаю. Очень хороший Пико. Сан-Рейс. Но по Пико они не играют. Они играют как хотят. Поэтому если они захотят, то они выиграют. Если не захотят, то нет. Поэтому голосуйте, ставьте. Покупайте билетики. Чутьем каким-то, не знаю. Не вижу смысла анализировать Пико здесь. Брось, сколько тебе лет? 20. Пошли на СНГ? Нет, ребятки. Я же сказал, на СНГ пойду сразу после того, как закончится эта серия. Сначала ее досмотрим, а потом сразу же на СНГ. Сразу же, сходу. 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 Хотя тут еще одна, конечно, серия будет мемная. Там играют Вульфы против Hot Hot Brothers. Но параллельно будут играть Юник и Hellraiser. Это интересно, конечно. Интересный. Сван норм? Нет, Сван не норм. В этой мете. После этой серии будет розыгрыш обязательно. Не пропустите. Как обычно. Каждый день, ребятки, я разыгрываю. Промники. Промники. Галак. Так, ну я на Юник залил уже, короче. Чисто рафляную, как обычно, 3 до 2 ставочка. Мне кажется, что Юники таким составом могут побороться. Могут. 2,54 Юники. Еще 10 минут до игры, возможно, поменяется. Если вы верите в Никса, то ставьте на Никса. Он жесткий очень. Никс вчера разъебывал вообще. Все, вот. Александр Левин вчера такую Соляру завозил. Но он завозил против Flight of Moon, которые всю неделю хуи пенали. А мне кажется, что эти играли в доту. Типа Юники. Типа Юники, скорее всего, играли в доту и по тебе. Я точно не знаю, но нужно как-то узнать. У меня 10 минут осталось. Я вряд ли успею найти какую-то. Разве что их аккаунты подщикли. Дота баф. Так, ну что, голосование закрываю? 68% на Templar. Ох, сейчас будет в чате гореть. Чувствую, если там парочка начнет закидывать. Ох, гореть будет. Ну давайте, вторая попытка чата поставить на Sunrise. Большинство снова за них. И я тоже за них. Смотрим. Смотрим. Думаешь, за ноль? Ой, не знаю, Марти, не знаю. Тут такая игра странная была прошлая. Я вообще ничего не могу сказать. Мне кажется, что все зеленые здесь сверху. Свен и Ильич еще с ними. Тупо зеленый пик. Рубика им не хватает сюда. Рубика им не хватает. Ну, Свен не умеете. Опять пауза. В этот раз это Свен. Пошел принимать платеж на свене. Или отправлять. Хуй его знает. Рандомор пока не улетает. Он ждет поддержки. Ловит Думу. Можно его накрыть. Они накрывают. Свои кнопки не прожимают. Но врывается. Врывается мой спирь. Начинает страпины. Здесь всех разваливать. Сколько же демеджа он вносит. Правда, никого догнать не получится. Бля, чувак. Бывает. Сказал. Что носит. Он не носит. Ничего такого. Сегодня еще 2.1 было. Да, было. Утро Материал Монсон 2.1. Метеор 2.1. Выиграли. Компактнули, кстати. После первой карты РУЗа две подряд забрали. Я на них еще далил нам порой. Так же, как и сейчас. Мемная карта РУЗа. Мемная, мемная, мемная. Мемная. Возможно, подняться 1000 рублей, или это мех? В смысле, возможно? Конечно, возможно. Если сделать с 1000 рублей, 10 ставок подряд выигранных, можно подняться до 100. Ну, только какой шанс, что ты эти 10 подряд выиграешь? Это уже другой вопрос. Можно хоть с 1 рубля подняться. Главное, что подряд находили ставки. Я проводил эксперимент, типа, проверить миф это или не миф. За 6 попыток я смог подняться с сотки до 13 тысяч и за 49 попыток я смог подняться с сотки до 6 тысяч. Был эксперимент. А потом за 70 попыток я с сотки ни разу так не поднялся. За 70 попыток. Я все слил. То есть, ну, такое, это рандом, рандом, рандом. Сставочки это рандом. Если мы не готовы проигрывать деньги, то нахуй еще делать ставочки. Нельзя делать ставки последними деньгами или деньгами, которые мы не готовы проигрывать. Вот единственное правило еще. И все будет хорошо. Понравится, что я не буду комментировать, ребята. Не вижу смысла. Пока есть тайский цирк комментирует СНГ помоечку нашими деньгами. А мы в студии есть, типа. Если бы это были какие-то мега интересные для меня там, Light Moon, как вчера, я бы покомментировал. А деньгами что-то не особо хочу убрать. Это лучший мой любимый китайский цирк. Тут 3.3 пока что. Стырки. Происходит. Здесь у меня нет разборки. Так, темп ларочка. 15.4, 15.5. На равных стоит. Стыржи пока что. Нельзя. А сколько уже я стримил сегодня? 9, 10, 10-й час. Варка на этих туреках вообще выигрывала? Да, конечно. Тут все выигрывает. И все проигрывает. Это как? Казино. Это мальче казино. А мы в них лудоманы. Это мальче казино, а мы в них лудоманы. Сейчас. По пикам СНГ на первую карту. Хорошо я гляну. Ну, блин, очень обидно на самом деле. Очень обидно. Я прямо сейчас расплачусь. У квизи мама шалава. Боже, какой ты остроумный. Я сейчас просто расплачусь. Ты меня просто в самое сердце. В самое сердце. Ах. Ах. Не надо так говорить. Нет. Моя мамочка любимая. Зачем? И нахуй, блядь. Уеба. У меня похуй еще на тебя. Так. Веник, веник, веник. Веничать. Должен минераль здесь. Шесть стиков есть. Вроде живет. Ванчи, ванчи, ванчи. Еле живой. Стики не спасут, конечно же. Шесть пять. Блин, какой же месть его происходит? Шесть шесть уже. Они за шесть минут сделали 12 фрагов уже. Сивана выгнали в лес. Эту линию стоит только Лич против Вивера. Найс линия. Лич, Вивер. И у Лича пока что самый последний на творческой карте. Так. Нам интересно, чтобы кто-то начал доминировать, да? И мы будем ждать хэмбэк. Правильно? Я понимаю. Значит, кто должен начать доминировать? Кто должен начать доминировать? По идее, да. У них такой агрессивный пик на линиях. Этот Войтспирис с Рубиком, они вообще ебанутые. Они выносят любую линию. Перед ногами. Потом темпларочка в миде не может проиграть никак. Пугни. Тоже кайфует. У нее нет ботла. У нее только обсервер, вард и фласка. Скларит. Ну, куча расходников есть. Ставит варди к себе и начинает вармить лес. Почему? Да я не вижу половину сообщений, братик. Сейчас прочитаю, что ты там хотел. Я не вижу, что ты писал. Готруссайд, Готруссайд. Почему мы смотрим и ставим на это? Это пизда товарищи. Все. Я больше не вижу, я нормальный сообщений игра. Я когда обращаю на счет внимания, то стараюсь всем отвечать. Но не всегда замечаю все. И не всегда есть время обратить внимание на черт. Так, Рубену забрали. 7-9. Пока что Санрайсы вроде доминируют. Свен потратил лучше, чтобы зафармить крипов. У него это получилось. А теперь, по идее, может по нафиде здесь. В клетку его закрыли. Очень много урона от Вивера. Вивер нажимает стики. На таймнапсу сжимания не хватает. Он нажал шик учли. Свена нужно накайтить. Свена кайтит. Свен стан через секундочку. Ой, я ошибся. Вивер, по-моему, может умереть. Тычки просто... Бам! Не хватает, не хватает, не хватает урона. Просто 30 хп остается. 30 хп остается у Вивера. Ай, как обидно, Сван не добил. А был бы у него какой-то болтов странич? Ну, не хватило бы. Не хватило бы. Слишком много урона. 30-ка еще нужна была. Либо силы, либо урона. Так, миди Рубик готов помогать, по-моему, забирать полгнат. Виталит сверху прогибает. Виталит на базе. Так, ну пока у Вивера все окей. Вивер гангает по карте. Он очень легко здесь будет всех убивать. Но это Вивер. Это Вивер. Это Жучара. От него не убежать. Очень немобильный герой команды Рокетс. И они все его будут видеть. Прям очень круто начнет эту карту в ВВЕ. Я не чувствую, но проблема только в том, что он потом так же, как круто начал, так же круто может и слить эту карту на ВВЕ. Просто поймав какой-то один стан и взорвавшись под дэмэджем от Свена. Внизу погибает Ванчи. Хрен в солоно пол убил. Хорошо. Как трек заказать? Кстати, да, DJ PUST можете заказывать треки Чи, ребят. Вот сюда команда DJ в чатике. Жду ваших треков. Всем добро пожаловать в чатик. Кто у меня на трансляции впервые, они понимают, что здесь происходит. Напишите команду. Билетик в чат. И смотрите, цените. Смотрим китайские представления. Китайский цирк. Каждый день практически матчи разнообразных турниров. Под кодовым названием турниры. Конечно же, это все цирк, представление. Можете покупать билетики и смотреть с удовольствием с азартом. А также, если вам повезет и актеры, циркачи, трюкачи, клоуны, на которых вы купите билетик, выиграют каким-то образом, то вы еще и получите кэшбэк в размере, указанном при покупке билета. Это может быть вообще x2. Вы можете вернуть все деньги с билета и еще и получить столько же. Представляете себе, какие вообще возможности предоставляют данные турниры? В скобочках представления. Свэн седьмой же. У Свэна Мом. У Свэна почти патэшка. У Вивера намного больше получается, да? У Форсу уже 500-700-800 монет разницы. Но в целом преимущества нет. Но смотрите, что графики показывают. Графики прям жестко топят. За Темпларочку и Виверочка. У него уже молнии появляются. У самой Темпларки только дезорит. То не скоро. Не скоро. Не скоро. Утро пишу одно и то же. Квизи не читает. Так, смотрю, что ты пишешь с самого утра, братан. Квизи на каком сайте смотрите инфу про команды? 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 Наверное, на сайте для просмотра инфы про команды? Да. Продолжение следует... 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 Я смотрю пики, о ебать, ебать, они меня послушали, они нормальную картинку сделали, пиздец они гения Спасибо, прикиньте, убрали этих монстров с кадра, найс, найс, найс Не, Double D нормальный чел, а вот второй полный отрос Такую хуйню мне писал в паблике, это пизда Нормозгов у зайца Ну, не у зайца, а у зайца, мистер зайс, ебанутый просто Такой высырал мне Так, ну, вивера забрали, ой, вивера говорю, веника забрали, это получается уже Вот, ты говоришь, потросятся в обратную и сейчас, если нравится, должны вернуться в игру У них все-таки пик-то мощный, пик-то сильный, главное не закидывать так бездарно, как они это делали сейчас Без бкбшки на темпларке тяжело драться, конечно Они ловят тринта, аккуратненько забирают тринта, сален с ловушки, оп, сюда, минус для вивера Доминейтингом, Малый Стрикзом начинает зарабатывать уже себе Лич в виде стоит отдыхает, а все нормально, он под центриком стоит Только заветка его не видна, а вот и заметили, вот и заметили, пошел чайник, вивер должен нажать таймингс, но умирает просто от чего непонятно Вард Пугни даже не был кастован, Вейспирит забирает в итоге Пугни, Суэн остался против темпларки один на один У темпларки пока что хорошие шансы его убить, главное покайтить, главное не подставиться под стан, еще одну трапу взорвать Нет, она убегает, а там умер Вивер там, да, и умер Рубик Остался только Вейспирит на базе или живой, одна тентмарка, конечно, драться не хочет и с кем Так, что там по пикам, Агрессив Чайл будет на Войде играть, Висп, Сларк опять в Hellraiser, сука, это все саралки, саралки, это жестко очень И еще и Бару добирают, хорошо пикал, пацаны, хорошо Я манимника поставил, просто рискнуть посмотреть, как парни играют, чисто 3 до 2 залил, как обычно, по фанам Оценить их игру, мне кажется, могут они таким составом выиграть Сходите, все равно все их будут смотреть, потому что у них офтран саби задержку, поэтому за бей Я зарешу, когда уже закончится Китай туда Да, сейчас закончится все, что можно в цирке посмотреть, в моем любимом цирке Агрессив Чайл, да игрок какой-то Хайп это, типа периодики какие-то То же самое, никнейм такой же Так Разменялись пока что бои спирита в пугну Уже неприятности в темпларке, но неплохо ее отхиливает в убик Темпларка готова драться, волечайник прям в рефракшн Выбивает здесь рефракшн за счет Нейфиас Гаспа Свена вернули подальше, у него ульта уже через 3 секунды, темпларка доджит Стан, пытается она вне зоны, видишь, выжжена от Барда И вот где-то в основном убивает Вивер и темпларка Остался этот конфлиент под своим же вардом Или нет, он не под своим, он не под своим вардом Он под чужим вардом умирает здесь, это минус 4 Веник только летнулся и сразу же будет отправляться в тверну По трапой, по трапой, по трапой И могли его взорвать, но пока что жуки побежали Вивер на нем, можно разлетиться, конечно Можно все нажать, но вряд ли это Сильно будет Виверу вмешать Сделать минус, шторм Добивает И да, шторма добивает И Вивер даже не пострадал здесь Ну, понимал, понимал Динаманца, что он ему ничего не сделает Поэтому даже не нажал неадекватно Так, ну похоже могут Сейчас зайти на хайграунд 40 секунд до Свена Это когда-то более-менее адекватно еще, согласитесь Нет, нет, нет промокодов у меня Промокоды разыгрывают только денежные Ебать, пересос Сос, пересос Нормально так Я еще такого не видел Пересасывание ХЛФ просто Тот всасывает, тот высасывает Нет, дезерактор посреди этого находится Представьте себя на месте дезерактора Одна сторона вас всасывает, другой высасывает Что вообще можно чувствовать в такой момент Мне кажется, полное наслаждение Максимальное наслаждение Таак Таак Первая карта СНГ мне не есть? Сейчас скажу Бля, я не успока, досмотрите Сейчас скажу Сколько начнется игра Максимальное наслаждение И так Максимальное наслаждение 56% Лоу 56% на хеллрейдер всего Что там хорошо так не пикали уники Обычно когда фаворит Получает 50% на победу Значит он напиковал Сейчас посмотрим Я не успел играть на пике Что блять, покажите мне такие или нет? Благословляю тебя. Благословляю тебя. Там кстати рожан второй падает. Это плохо для Sunrise. Нужно дефать. А у них есть чем дефать? White Spirit может задефать? Закинуть там что-то. При колесах. При колесах закинено White Spirit? Это что? Что они отдают Рошана походу? По движенам сейчас. Ой White Spirit умер. Лол. White Spirit просто пробежался по центре. Там два сна три стоит. Здесь сна три стоит. Да они идут драться без White Spirit. Это ужасная драка будет мне кажется. Умирают уже Рубик. Тонтарке нужно уже типа аудио. Она понимает. Она там улетает. Не факт, что она улетит отсюда. Улетает. Благо. Вивер добивает Пугну кстати. Хороший фраг. И еще Веника чуть не убил. Хорош. Ванчи зачем-то сюда прилетел. Пока терпит. Получает чайник. Не, 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 не. Он умрет. Он же умрет. Он же умрет. Остались только Вивер и темп ларочка. Темпа ларочка на базе. Вивер здесь. Один за. Ставится куча вардового плеча. И у Вивера проблемки. Правда у него есть орчет и линька. По идее стан он поймать не должен. Убивает легко одного. Стоп. Какой стан? А как линьку сняли? С чем линьку сняли? Он нажимает таймер. Отлично. Через корни. Уходит отсюда. Боже, как классно. Дерутся. Санрайсы вдвоем просто. Идеальная работа от Вивера. И нужно сбить ТПшку. Гений на Рубике байбэк. Ну собственно прийти сбить ТП. Ебать. Как круто они все делают. Санрайсы. Браво, браво, браво. Они отдав Рошана выигрывают файты сейчас. Это пять в ноль. Ладно, пять в два. Пять в два. Триплкил для Вивера. Байбэк Рубика только потратили. Идеальный файт. Они как будто начали играть все нормально. Вспомните, что они на прошлой карте вытворяли. Так, сейчас смотрю пики. Так, еще он друид для Unique. О, друид и войд. Охуенно. На самом деле друид это тот герой, который может запушить Сларка. Мне нравится. Нравится, мне нравится. Верхнюю башню сил света атакует. Я думаю, что могут выиграть Unique. Не зря за них так много голосов. Веник, Сларк, Висп. Висп хилит, конечно, ёбнутая. Но в Лундруид дамажит очень много. Лундруид, типа, сейчас Лимбаба еще? Если на Лундруиде отыграет Кодес, я так понимаю, да? Или кто играет на Лундруиде. Если Кодес не отыграет идеально, то это Фривиндер. Фривиндайга, сейчас Лубой. Кодес должен быть над руля. Нормально. Так, ну здесь у нас заход от Сенрайз. Заход на Сенрайз. От Сенрайз на хэйграунд. Сларка нажимает БКБ зачем-то. Лол. Что это? На равном месте просто разверли на БКБ. У нее ничего не осталось больше. И все. Им нужно отходить уже. А они не могут драться. Нет БКБшки. Так. Ну сценарий, говорите? Ну смотрим сценарий. Так. 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 Вивер с таймлапсом. Нужно нажимать. Наверное. Бежать. Войтспирит залетает зачем-то. Это странно. Вивер отступает. А Войтспирит наоборот. В атаку идет. И в итоге ошибается. Умирает Войтспирит. Он без байбека. Остается один байбек только урокится. Свэм залетает по двоим. Боже, какая нарезка. Какая нарезочка. Минус Дизрик. Минус Темпларка. И Вивер уходит отсюда вместе с Рубиком. Нет. Все-таки это не будет легкая игра для Sunrise. Они заставили байбекнуться Лича. Только лишь Лича. И сейчас будет ответная атака. Темпларке придется выкупаться. Кажись. Кажись. Придется выкупаться Темпларке. Кажись. Все-все. Ну что. Байбека Сильвер Байбек от Темпларка. Теперь уже примерно равные шансы на победу должны быть. После таких байбеков. Хотя до этого было 76% на победу с Sunrise. И все. Темрокес добились своего. Они отходят. Заметьте, как аккуратно они играют. Они все понимают. Аганим делает свой. Ну блин. Аганим это бред на самом деле. На самом деле. Первый скилл типа а-ля Супермен. Ну такое. 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 Мягко говоря не очень профитная штука. Мягко говоря. Можно было купить что-то полезнее. А то же альбарда была бы полезнее мне кажется. Намного. Минус. Войт Спирит. Войт Спирит. Он как-то очень агрессивно играет в этой карте. Очень и очень опасно двигаться. По драке. Так. Свен ворованный с нами получает. Дальше. Телекинезис. Ульт дезераптора в откате. Свен палец сел на Аганиме за дезераптором. Нажимает ульт. Альбарда нет по Свену. Он начинает друбить. Темпларка с двойным уроном. Ее вообще пофер на все. Свен опрячет декрип. И что? Он идет. Куда он идет? Ты чего ебанутый? Там Вивер идет стоит пушить. Свен без хп. У него нет Аегиса. Он что забыл? Куда он идет вообще? У него норм хп. Он отхилился так чутка. Вкуснул крипов. Вибрал майн сторона уже. Аккуратнее нужно быть. Свен. Ловитерикинезис. Темпларка. Ай. Залет в Рубика. Рубик взрывается. Рубик пока терпит. Вот он. Ост хит от Свена. Байбека нет. Ни у одного есть героя. Каждая смерть это уже минус на долго-долго-долго секунд. Свен тоже без Байбека. Но у него он скоро появится. У него скоро появится. Он по кабачке вот теперь начинает драться. Темпларка. Когда ты идешь без Байбека. Куда ты идешь на темпларке? Успевай сделать blackout. Боже как на тоненького. Темпларка эту драку проводит. Вивер еле живой. Темпларка еле живая. Но она нажимает рефракшн. Она готова добивать Свена. Нужно взорвать трампа. Она ничего не нажимает. Вообще Свена убивает. Но он с Байбеком уходит отсюда только пугно. И поймали тренд протектора. Его убьют здесь точно. Сто процентов. Это минус четыре. В Байбеке правда у всех есть. Кроме Леща. Он появится через минуту. И теперь без четырех байбеков остается Sunrise. Вивер докупает себе нульфаер. Понимает что у него байбеков все равно не будет. Лежащие пять минут. Но темпларки тоже пять минут не будет выкупа. Ей нужно докупить второй нульфаер. Чтобы снимать эти гребаные декрепипайки. Которые по КД пугно вешают на Свена. И это будет реально работать. Напомню гайз что для всех кто меня смотрит в паблике ВК каждый день розыгрыши. Разнообразные пикалюхи. Там сейчас промокоды в основном разыгрываю. Скоро будут розыгрыши на деньги. Также Арканы. Сегодня я думаю добавлю розыгрыш. Потому что 10к подписчиков. Как я и обещал в паблике ВК. Будет крупный розыгрыш. Не пропустите. На стенке будет сегодня пост. Розыгрышем Аркан. Я думаю на недельки две. Потому что через недельку я только вернусь. И еще недельку они повисят. Разыграем. Я думаю в самые популярные выборы. Добавлю. Вам понравится. Так. Темпларка ВКБ забирает веника. Нет. Опять этот. Этот самый декрепифай. Это просто жесть. Свена кстати. Зачем тебе глимсонули. Хотя это был труп. Свена просто спасли. Свена тупо спасли сейчас. Дизратор гений. И что же это будет. Что же это будет. Что же это будет. Тренд корни. Темпларка без Вайбека. Умирает. Свен полетел. Темпларка без Вайбека. В таверну. Рубик. Пока живет. Войтспирит залетает ВКБ. Ой-ой-ой-ой. Как же сейчас дизратор закинул эту игру. Тренд погибает. Но он с Вайбеком. Дизратор может выкупиться. Но смысла пока что в этом мало. Войтспирит погибает без Вайбека. Вивера станет без Вайбека. Убивает на 2 минуты не будет. Ни Темпларки, ни Вивера. Блять. Где-то я это уже видел. Где-то я уже видел. Моешь, пожалуйста, игру комментить или не оттабаться, а то уже неприятно даже. Я понимаю, это не игра, но все равно. Еще раз. Моешь, пожалуйста, игру комментить? Я понимаю, это не игра, но все равно. Сложно. Очень сложно. А что все равно? Что-то в Вальтабе происходит. Очень страшно. В Вальтабе какие-то картинки показываются. Неразрешенные. Так, ну что, это получается примерно такой же сценарий, как и на прошлой карте, да? Чуваки выиграли fight 5 в 1, 5 в 2 и пошли в атаку, сдохли без Вайбека на хайграунде. В принципе, да, получается 2-0 за темпрокет. Блин, какой же легкий сценарий? Какой же легкий сценарий для Team Rocket? Жаль, я его не прочитал. Они реально выиграли эту карту по сценарию 2-0. Красиво очень. Эту серию, точнее. Эту серию. Покупается дизерик. Ну, тут парки очень долго гоняют. А забейте, это 2-0. Ну, а с чем тут дефать? Что ты сделаешь на дизеракторе? Все. А, и такой красивый сценарий, конечно. Ну, не знаю. Кто прочитал, молодцы, ребята. Гений. 2-0. Великолепный закидон от Sunrise. Классно, классно, классно. Клоуны показывают отличную игру. Ну, и у нас еще одно представление на сегодня остается. Еще одно представление. Если вам интересно, пишите команду Билетик в чат. 2-0 Team Rocket забирает эту серию. Гига. Команда Билетик в чат, залетайте в наш блядский цирк. Сегодня целый день матча, целый день представления. Остался еще Вульф против Hotball Brothers. Последнее представление на сегодня. Я думаю, посмотрим его тоже. Против Hotball Brothers. Вульф против Hotball Brothers. Я, честно говоря, вообще не представляю, на кого билетик дать. Это тупо такие слабые команды. Самые слабые на этом турнике, я не знаю. А эти в фьючером лузают. Эти всем подряд лузают. Вчера каким-то чудом они Lightning выиграли 2-0. Жесть просто. Ну, слушайте, сегодня... Зря я, наверное, добил на турокарту. Минус 3-2, минус 3-2. Плюс 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Да, я где-то за сегодняшний день... Минимально вот таком писючечком. Плюс или нет? Или нет? Сейчас проверим. Как проверить? Вот так. Да, я в плюсе, потому что у меня было 8к утром. Я поставил 3-2 еще на Unique. Если Unique лузнуть, я буду минус 100 рублей. Если Unique выигрывает, будет хорошо. Блин, красивый, блин, трик был. Раз, два, три, четыре подряд. Сегодня утром одна только ставка не зашла. Сейчас... Сука, не прочитал сценарий. Ну, бывает. Бывает. Я думал, что Sunrise соберут. Честно говоря, 2-0. Но Рокетсы, конечно, оказались жестче, жестче, жестче. Это просто очень было интересно. Ну, у Sunrise реально много побед. Сегодня знаете, какой сценарий работает? Все, кто много выигрывали... Вот Мансуны, я в них тоже поверил. Мансуны 4 подряд выигрывали. И пятую лузнули. И эти тоже три подряд выиграли и четвертую лузнули. Ну, не может быть, чтобы команды много выигрывали. И, типа, это четвертая подряд личное поражение у них. Личное. Личное. Печаленько, печаленько, конечно, что я не смог угадать. Но поздравляю всех, кто прочитал сценарий на Рокетс. 2.18 кайф зашел. Плюс на вторую карту тоже хороший. Блин, вообще кайф. Кто ставил на Рокетс, кто топил на Рокетс. Молодцы. 1.18. 1.18. 1.81 и 2.17. Тут и 2.18. Тут. Это, это, это интересно. Интересно. Заходи уже на Hellraiser. Да, сейчас. Сейчас. Сделаем розыгрыш. Ой, блядь, забыл, блядский стирок. Ну, сори. Ах, что тут не показывает? Винрейт Рубика 2 из 2 было. Темпларки 2 из 2 лузнуто. Блядь, Мурс Темпларка 2 из 2 лузает. Шок. Найс, нота. Так, ждем следующую серию HP Brothers. Вот эту, HPT. И погнали посмотрим немножко. Блин, мне нельзя заходить. Мне нельзя заходить. Мне нельзя заходить. Да, это черный список, блядь. Сейчас, короче, покажу вам на графиках эту штуку. Такое название транслициации поменяют. А я уже поменял, да? HP Brothers Wolf? Да. Пара-пара-пам. Оу-пам. Так. Ну, посмотрим уже этот Китай до сегодня до конца. Че его кидать? Че его кидать? Вульфы вчера 2-0 выиграли, HPB, вчера всем лузали. Ставлю на HPB. Такая логика работает постоянно. Я не знаю. Я когда ставлю на нормальную команду, ну типа по-нормальному ставлю. Так вот в Сенрайсе хорошо играли, вчера поставил на них играть, они сосут. Когда я ставлю на Nightmare, которые сосут по КД и такой типа, ну они там две подряд проебались, ставлю на победу, они выигрывают 2-0. Тупо антилогика. Ребят, отключайте нахуй логику, она здесь не нужна. Смотрите, челы лузают две подряд, потом выигрывают 2-0. Эти выигрывают три подряд, лузают 0-2. Здесь я ставлю на Сенрайс, они выигрывают три подряд со счетом 6-0, ну типа все 2-0, 2-0, 2-0, а тут лузают 0-2. Ну охуеть. Ну охуеть. Такая вот статистика. Такая вот статистика. Как там юники? Сейчас посмотрим. Я на него вообще буду смотреть, чтобы меня не заебывали. Эти конченые. Так, юники сосут уже 3000. Плохо, плохо, плохо. С таким пиком, если они сосут, то у них все очень плохо должно быть. Ну у них void камбэкать может, но такое. Там если сларка расфидят. А, у него стоп. Левел сларка. А, вот тут левела показывает. Седьмого друида, сларка пятый. Не, пока все еще не так плохо. Нормально. Нормально. Хорошая страна сейчас, чекну. Сейчас чекну. Так. Найс, найс, найс. Так. Найс, найс, найс. Так. Найс, найс. Субтитры делал DimaTorzok 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 50 на 50, графики голосования охуенно, 20 секунд Субтитры сделал DimaTorzok 54% на вульфов, вообще парни без Б, 54% вульф, я на хэков Б Я уже хочу вот так вот сделать просто Музыка 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 Тараска уже летит веникой. Паник с Тараской. Перуид, конечно, полный дом. Я только с Арки не думаю, что сможет закинуться. Я выбираю, жить стоит. Мое истинное лицо. Мое истинное лицо. Ну, короче, если на официальном стриме на 3 минуты быстрее, чем в DotaTV, значит официальный стрим стримится с задержкой в 2 минуты. Вы понимаете, что челы на стриме, челы в игре, могут просто зайти в Альтабе и чекнуть ворты соперника? Понимаете, насколько похуй студии вообще, им просто похуй. Они стримят с 2 минутной задержкой онлайн-квалой. Они ебланы, блять, конченые. Как это вообще возможно? Как это допустимо? Просто киньте, блять, я не знаю. Почему все похуй на этом? 2 минуты челы в стриме за эти онлайн-квалы. Это вообще бездало. Я кому-то сейчас спрошу, я не знаю, экстримчик какой-то, спрошу, он шарит или нет. Кто-то типа с админа должен шариться. Дайте мне все с любовь, а жены пустое пусть. Чуть слугаю, топлюю. И это, там же куча косну. Положь, я не знаю, пошу, я не знаю, здесь не смело. Какие люди шnisко-пустое пустое пустое. Найдем тут бездарно или, там же дамы не не упал, подрастыв. 2 минуты, ну смотри, у них на стриме 28 минута, на неофициальном стриме 25, посчитай, даже не 3 минуты, а 2 минуты, ну да, 5 минут задержка в DotaTV, но они официальном стриме 25, значит в игре 30, в реальном времени 30, а они стримят 28, значит у них задержка 2 минуты, это ж пиздец какой-то, вообще, какая нахуй настройка на стрим, они же вводят его в сервер, у них все видно, всю карту видно, но это определенный стрим, либо у них DotaTV какая-то ебейшая задержка, но это вряд ли, DotaTV какая максимальная задержка в лобби, разве есть задержка в 7 минут до DotaTV, не не в 7, даже больше не в 8 минут, чтобы стримить с нормальной задержкой, а что за бред? не, ну нахуй делать, да нет, это бред, там по любому 5 минут до DotaTV задержка, 5 минут до DotaTV, и у них на стриме 2, бред, 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 дышать не в 8 минут до DotaTV, включаем стритерно, прошу, подождите, а англоязычная трансляция также стримит в задержке? англоязычная стримит Beyond the Summit, они тоже? на англоязычной минуту 33, а на русскоязычной? тоже 33, то есть англоязычная так же стримит? подождите, уже 33, 11, 19, сейчас 33, то в чем прикол? есть шанс, что DotaTV задержка огромная да, да, англоязычная такая же задержка ну и хз это странно очень очень классно а да, бред, бед лаг, да в смысле бед лаг? не, ну если Бион за саммит экстримит, тогда это нормально, потому что Бион за саммит нормальная стадия но, значит, там ДТВ задержка 7 минут, а не 5, когда обычная тогда все логично они стримят с 7 минутной задержкой, если там, в реальном времени у нас 25, то точнее, у нас 25, в реальном времени 30 фарай уже, а на стриме у них 38 Я не понимаю, это прикол делать задержку в 7 минут, в 8 минуту этого я получил Так, что вообще происходит в игре? Десятая минута, это Brothers душа вроде Это плохо, потому что сейчас будет ЧКТ по ходу, по сценарию нашему любимому Ну, я хочу запринаться, я маленький парасонок Местный год уже прошел, а сейчас тысил в метр Ой-ой-ой, хороший Пайпэк 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 Брамбо, брамбо, брамбо Аксер живет, у него немного армара, но плохой на тиг А тос, 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 а тос Опа, ладно, тролль пришел, брат, все же Аксер просто улетел О, да, все, сделала Оу-е, села, под бою А с травами или что? Зачем такой стрел, ну, да, с травами лол Оу, жестко Не добили тролля, добили в ДК, ДК вернули ДК, 5 секунд достана, Гречо тени есть Замедление краска, Гречо, хорошо, ДК монтит Сейчас еще станчик будет, драгонтейл кресторщики они его убили, так и сейчас разрыв, разрыв ебало, нужно отойти, боже, как ДК солит как они классно все делают, ДК выжил, боже мой, нереально, как же они потеют 80 на 20 нереально, 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 нереально найс, 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 они все делают, боже, ну сегодня хоть одна игра будет без ЧКТ или нет, походу нет походу нет заход на хайграунд, байбеки пошли, раз-два, неужели это будет рейкмбек, они могут сейчас всех пугать у меня такая картинка темная, мне кажется когда я захожу на экзасичный стрим, там все так ярко, яркие цветы, ярко у меня какой-то холодный, холодный цвет такой, очень холодный цвет можно 열어�ья, с емкою, на емкою?! я, как говорили? я, как говорили? я, как говорили? я, как говорили? у меня, я, 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 вы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...